Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аргелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моём канале. Сегодня я, наконец-то, снимаю переписку! Господи, как же их давно не было на моём канале! Вы все очень давно просили и писали, Карина, ну, наконец-то, побыстрее! Сними какую-нибудь переписку, и регулярно в директ я получала всякие профили с моими фейками, с фейками моей сестры, мамы, папы, короче, всей моей семьи. И дело дошло до того, что недавно я наткнулась на профили своего брата. Да, как бы это странно ни звучало, естественно, это фейк. И сегодня мы с вами посмотрим, что, собственно говоря, из себя представляет этот брат Карина Аргелян, его фотографии, которые он выкладывает, возможно, какие-то истории. И заранее хочу предупредить, что переписку я буду вести с фейкового аккаунта, поэтому не думайте, что фейк этот. Точнее, мой братик догадается сразу, что я снимаю видео. Нет, ни в коем случае, я представлюсь фанаткой Карина Аргелян. И, собственно, посмотрим, как этот брат будет общаться якобы с моим фанатом, что он из себя представляет, сколько ему на самом деле лет, и выведем его, короче, сегодня на чистую воду. Я очень надеюсь, что вам понравится это видео. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимайте на красную кнопочку, и магии подписки превращайте ее в серую. А также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и никогда ничего не пропускать. И еще напоминаю вам о том, что у меня есть мой инстаграм. Обязательно подписывайтесь, там очень много крутых фотографий, конкурсов, советов, чем же заняться на карантине. И очень-очень много других крутых рубрик, поэтому подписывайся еще по ссылке ниже в описании. Ну, а я вам желаю приятного просмотра. Если мы наберем под этим видео 50 тысяч лайков, то тут же, в эту же секунду, выходит видео с еще одной перепиской. Пока что не скажу с кем, но этот ролик уже готовится в процессе. Я придумываю заранее вопросики, которые я буду задавать всяким фейкам. А сегодня у нас импровизация. Хотела ввести что-то новое, поэтому к этому ролику вопросов я не подготовила. И мы будем общаться с этим фейком напрямую. Я очень надеюсь, что он мне ответит. Поэтому запасайтесь печеньками, вкусным чаем. И, наконец-то, приятного вам просмотра. Мы можем начинать. Итак, давайте же начнем с обзора на этот прекрасный аккаунт. Что он из себя представляет, как подписано. Настоящий брат Аракелян. И в пунктиках ниже. У меня есть сестра Карина и Полина Аракелян. 18 лет. Учусь в МГУ. Полистаем фотографии, которые он подписывает. Якобы, мои красавицы, мои сестренки. Люблю их больше всех. Это просто я уставший братик. Моя фотография из Дубаев. А это моя любимая сестренка в Дубае. Хочу показать вам мою красавицу. Следующая фотография. Просто подписано. Смайл. Где мальчик сидит и обнимает плюшевую игрушку. Какие-то фотографии с белым холлом. И ниже подписано. Какие книги вы читаете? И читаете ли вообще? Вот я сейчас дочитываю Гарри Поттер. Следующая фотография. Я красивый? Следующая фотография. Просто с какими-то эмордиями. Знаете, мальчик симпатичный. В принципе, если сюда будут доходить какие-то девочки, которые не знают, есть у меня брат или нет. Они, в принципе, могут поверить. Потому что я еще никому не говорила, есть у меня брат, нет у меня брата. И сейчас прямо открою вам небольшой секретик. Да, у меня есть брат. Но не родной, а двоюродный младший братик. И он даже не один, их целых два двоюродных братика. Одного зовут Алан, а другого Леша. Чуть позже, может быть, я вас с ними познакомлю. Они сейчас в Челябинске. Вместе с моей семьей, тетями, дядями и так далее. Если они приедут ко мне в Москву, я обязательно вас познакомлю. Также у меня есть две двоюродных сестры. Одна живет в Израиле, а другую зовут Амалия. А еще скоро у меня будет еще один двоюродный братик или двоюродная сестра. Я пока не знаю. В общем, у меня позитивный настрой. И я сегодня надеюсь, что все-таки у меня получится разоблачить этого прекрасного фейка. Поэтому давайте же ему напишем. Здравствуйте! Именно с этого я начну. А вы правда брат Карины Аркелян? Я не могу поверить. И правда, очень жду ответ. О, нифига уже прочитано. Слушайте, я не понимаю, то ли фейки специально создают аккаунты, чтобы так часто отвечать. Потому что прочитано сообщение просто вот так по щелчку. Мне написали. Хай. Ну да, я. Ха-ха-ха. А ты милашка. Ой. Я не верю. Это правда ты? А можешь рассказать мне что-нибудь о Карине? Ну и бредятельно, ребят. Знаете, я уже не первый раз веду переписки с фейками. И как-то мне уже более-менее привычно. Но сейчас этих фейков развилось настолько много, что я не знаю. Если их пересчитать, то у меня сейчас 200 родных сестер, 300 двоюродных братьев, 500 мам, 600 пап и так далее. Это вообще трэш. Да, все в жизни бывает. Ну правда я. И что? Я ее как пять пальцев знаю. Мы с ней в одну школу даже ходили. Но Карина не любит воду. Короче, знаешь, я тут решил, ты мне платишь. И я говорю все. Все-все про нее. Ага. А сколько? А то у меня совсем мало денег. Причем эти фейки, ребят, я уверена, не догадываются, с кем они ведут диалог. Так как это в принципе невозможно. Я сижу с фейкового аккаунта. И они даже переписываются как-то все похожи. Как в моих прошлых роликах. Требуют деньги. Рассказывают обо мне информацию. Я буду продолжать снимать эти видео. Потому что действительно интересно, что они такое расскажут. Че? Ага. Давай, давай, мани, мани. Ну, тысяч семьдесят. Хватит. Что? Семьдесят тысяч? Простите. Но у меня даже столько на карте сейчас нет. Может, семьсот рублей? Пожи, 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 пожи. Но деньги я, наверное, не буду переводить. Хотя Кик его знает. Может быть, он как-то выведет меня сейчас. И мне придется ему перевести, чтобы он рассказал эту информацию. Вдруг он вообще сейчас из Сити выйдет. Нет, тысяч. С мягким знаком. Слушай, а тебе правда восемнадцать лет? Давай с тебя пять фактов, как напишу я ему. А потом я тебе якобы скину семьдесят тысяч. Естественно, я этого делать не буду. Ладно, могу бесплатно ответить на вопросы, если они не тупые. Понимаешь, не тупые. Да, мне восемнадцать исполнилось полгода назад уже. Ну ладно, уговорила. Блин, он и так согласился бесплатно, а тут я ему еще на семьдесят тысяч давай предлагать. Какой ужас, блин, я так себя неловко чувствую, потому что он уже как бы согласился за бесплатно, и я ему еще такое начала писать. Ладно. Короче, знаешь, Карина вегетарианка. Это первый факт. Ого, она не ест мясо. А где она сейчас? Она умеет пукать? Я не знаю, почему мне в голову постоянно лезут такие тупые вопросы, но хорошо, что я пишу не с официального аккаунта. Полнейший бред, короче. Она пошла что-то по делам. Да, постоянно слышу, как она шептуна пускает. Только, ой, не надо было это говорить, наверное, тебе. Извини. Ребята, мой брат спалил контору. Я, оказывается, каждый раз пукаю. Представляете себе? Ну ничего, мы с ней очень близки. А вы целовались? Сейчас же карантин. Куда она пошла? Ты что, совсем? Да, честно. Он мне задал вопрос, действительно, честно это или нет. Потому что я задала вопрос, целовались они или нет. Я уверена, что он сейчас скажет да. Он написал. Вот я и говорю, куда ты пошла? А она не ответила ничего и ушла куда-то. Слушай, а у нее есть парень? Было один раз, мы целовались. В засос? Правда? Капец, блин. Чем я занимаюсь, ребята? Объясните мне, пожалуйста. Капец, как брат может в этом признаться, что они действительно целовались? Ну, может быть, он подразумевал поцелуй в щечку. Что-то такое не сильно серьезное. Да, по пьяни. Просто что рассказываю, это, но я честно отвечаю людям. Это было на Новый год. Парень у нее есть, но он меня бесит. Потому что я ее люблю больше. Ого. Ты влюблен в свою сестру? То есть в меня? Я хочу быть с ней, но это невозможно. Я ее брат. Боже мой, ребята, что вообще за вред? Почему мне такие фейки вечно попадаются, какие-то неадекватные? Так, о чем ты еще говорила? С тебя еще три или четыре факта. Немного. А как не влюбиться? Она красивая, умная. Слушайте, ребят, я вот думаю, пока мне этот фейк пишут и рассуждают, что нифига за этим фейком даже мальчик, я уверена, не скрывается. Наверняка какая-то маленькая девочка, которой просто нечем заняться на карантине. Так как пишет с огромным количеством ошибок. И если там сидел, ну, хотя бы 18-летний, 17-16-летний мальчик, он бы писал с минимальным количеством ошибок. А тут практически через каждое слово. То ли нет запятой, то ли есть ошибка. Ладно, ты, блин, такая назойливая, уже тебе такое рассказал, ну ладно. Короче, Карина никогда в жизни не была в аквапарках. Ого, она не умеет плавать. Прикиньте, ребят, есть же такие, которые действительно пишут моим фейком и вот так вот все обсуждают, и фейки действительно переписываются и рассказывают какую-то, сори, ложную информацию обо мне. Но это же трэш. Чего только не придумают. Действительно, я была в аквапарках и не один раз, но я просто не люблю вот эту вот всякую хрень. Когда я очень долго нахожусь в воде, очень некомфортно мне становится. Я не знаю почему, я могу максимум искупаться по грудь, да, и все. И потом мне уже срочно нужно в душ, потому что я думаю, что я грязная. Я прям такая, да, немного со сдвигом. Итак, он написал. Нет, я ее учил много раз, но она только собачкой умеет. Собачкой? Может, по собачьей? А получается, как тюлень. Но она все равно красиво все делает. Я ей горжусь. Что ты еще расскажешь мне? Тебе сколько лет самой-то? Не тринадцать. Не маленькая еще? Наверное, маленькая. Малышка. Хочешь, я с тобой начну встречаться? Боже. Он отправил, короче, три эмоции, где взрывается мозг и написал Б. То есть он хотел, наверное, так сматериться, но понял, что все-таки не стоит перед тринадцатилетней девочкой там отюкаться. И написал, ну, ты мне показалась довольно привлекательной. Как? У меня же... Нет фотографий в профиле. Ты меня обманул? Ребят, у меня у фейка нет фотографий в профиле. Как я ему могла понравиться? Ну, что это такое? Что это за брезятина? И каким это образом, в принципе, могло произойти, мне интересно. Может быть, он перепутал меня с кем-то? Не знаю. А я знаю, ты очень красивая в жизни. Ведь смотришь мою сестренку, она ведь тоже красивая. Ну, ладно, поверю тебе. Так уж и быть. А какой у тебя рост? Как часто вы ссоритесь с Кариной? Потому что, насколько я знаю, по собственному опыту скажу, что братья и сестры, они очень часто ссорятся. И если бы у меня был действительно старший брат, то я думаю, что я бы с ним так частенечко бы ссорилась. Но, понимаете, у меня даже в голове нет мысли о том, что у меня мог бы быть старший брат. Что такое вообще возможно, потому что я в это не верю. Это очень круто, и мне бы хотелось старшего брата, естественно. Но это уже невозможно. 185 рост. Ох, мы с Кариной ссоримся почти каждый день, но каждый вечер мы миримся. Ты не хочешь ее еще раз поцеловать? Да, сегодня у нас офигенное видео. Родной брат Карины Аракелян, который в нее влюблен, и они целовались на Новый год. Я, сидящая перед экраном, выставляю себя фейком и угораю над всей ситуацией. Не то, чтобы со стороны, но я в ней принимаю вообще участие. Как бы это очень смешно. Он написал, очень-очень-очень хочу. Боюсь, ее парень будет против. Капец. Может, тогда ее парня поцелуешь? Знаете, я думаю, в следующем видео я попробую даже как-нибудь вывести фейка на чистую воду, задавая ему вопросы, на которые сразу бы он не ответил. Например, какого ты года рождения, да? Если возраст выдуманный, то придется немножечко подумать, прежде чем ответить на этот вопрос. И всякие такие, да, с подковыркой. Он написал, ну, я могу, только если мне заплатят. А, кстати, ты знаешь, что Карина занималась балетом? Правда, три дня, но занималась же. Ого, и как? Не получилось? Ой, ребят, я вообще клянусь вам, я не по балету. Напишите ниже в комментариях, кто занимается балетом. Мне будет очень интересно почитать. А также напишите какую-нибудь информацию вообще, что происходит на балете. Сложно, это не сложно. Сколько времени потребуется для того, чтобы научиться, чтобы стоять так на носочечках. Это очень странно. Но я действительно в этом не разбираюсь, и мне было бы очень интересно прочитать, поэтому пишите ниже. Но она упала там так сильно, что был перелом руки. Фу, но перелом у меня никогда не было, нигде. И слава богу, господи. Но он быстро прошел, она никому об этом не говорила. Как бы знаю я, ее семья и ты теперь. Ого. Может, я тоже буду состоять в вашей семье? Ты мне понравилась, такая малышка. А ты откуда? Сейчас он спалится, кстати. Давай встретимся. Я тебя поцелую. Блин, а может как-нибудь переписываться так с фейком? И действительно пойти с ним встретиться? Офигеть, мне такая идея крутая сейчас пришла. Очень крутая. Обязательно такое сниму. Раз ты со мной встречаешься, то да. Можно, крошка. Ого. Мы встречаемся? А тебе можно выходить из дома? Вот мне нет, только Карина куда-то выходит. Да, ребят, честно. Каждый день куда-то выхожу во время карантина. Уже две недели сижу дома и ни черта не делаю. Ну, по крайней мере, смотрю фильмы там, чем-нибудь занимаюсь. Ни черта не делаю. Ну, подразумевалось, что не гуляю там, ничего не покупаю. И я очень по этому скучаю. Стихами начала говорить. Я задала ему вопрос. Ого, мы встречаемся? Мы с тобой, да. Слушай. Слушайте, мне очень интересно, что он там дальше напишет. И я как-то уже не горю желанием дальше продолжать диалог, потому что он тут уже за меня решил, что я резко стала его девушкой. И знаете, как-то я ему еще запишу видео приветик, скажу. Ну вот, твоя мечта сбылась. Я Карина Аракелян, я твоя родная сестра. И я уже стала твоей девушкой, так как ты хотел меня поцеловать. Что за бредятина. А ты можешь свою фоточку прислать личика своего? Или, может, не личика? Я персик просто так прислал. Не подумай. О, боже. Я тебе могу прислать даже видео своего личика. Посмотри, какая я красивая. Я Карина Аракелян, и я твоя родная сестра. И смотри-ка, твоя мечта сбылась, дорогой мой. Ты со мной начал встречаться. Теперь я твоя девушка. И больше не создавай фейки, пожалуйста. Итак, я ему отправлю. Это оставлю в чате, чтобы на всякий случай он смог это как-нибудь когда-нибудь сохранить, кому-нибудь отправить там. И я думаю, что фейки как раз-таки ради этого создают такие аккаунты, чтобы я снимала видео. Но это очень интересно, да? То, что фейки могут действительно написать какую-то лживую информацию обо мне. Как-то соврать. Обмануть моих подписчиков. Обмануть не просто так, но еще и на деньги. И это очень странно, поэтому сейчас посмотрим, что же ответил все-таки фейк на этот видеоответ. Он даже его, кстати, не читает, хотя он доставлен. А, открыто, видите? Прикольно. Он написал. О, боже! Мой! Вы, мой брат в шоке, представляете? Мой брат в шоке. У меня нет слов. Господи, ребят, пожалуйста, перестаньте создавать фейки. Карина, прости, что создал такой фейк. А я уж была реально подумала, что у меня есть родной брат. Представь себе. Впервые я использую голосовые сообщения во время переписок с фейками. Я люблю тебя самой настоящей любовью. Круто. Больше не создавай фейки. Только перед тем, как я с тобой попрощаюсь и пожелаю тебе хорошего дня, пожалуйста, скажи мне, девочка, ты или мальчик, и сколько тебе лет? Пожалуйста. Сейчас мы узнаем, кто скрывался за фейком, девочка или мальчик и возраст. Я надеюсь, что все-таки нам признаются. Спасибо, запятая, тебе за твои видео. И отправил вот такую вот фотографию с кошечкой, очень миленькая. Ну, как-то, знаете, я уже не держу особо зла на фейков, но это все равно неправильно, потому что они распространяют лживую информацию обо мне, и фейков очень много. И почему-то мне до сих пор не могут дать галочку в инстаграме, меня это жутко раздражает. Я девочка. Вот, как я и думала в начале видео, ребята, я угадала. Вот он, блогерский нюх. Да, бред несу, но, понимаете, да, я прям чувствовала, что это девочка, что за этим профилем скрывается не мальчик, а девочка. Мне 12 скоро будет. А-а-а, ну, понятно. Хорошего тебе дня. Не создавай больше фейки. Я отправлю поцелуйчик, и кабы не задеть свою подписчицу. Скучно на карантине просто было, и она отправила эмодзи. Я их лайкну, и на этом закончу диалог с этой прекраснейшей девицей. И хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Карина. Пишите ниже в комментариях, с кем вы хотите, чтобы я сделала еще переписку. Не забывайте про 50 тысяч лайков. Как мы наберем это число, я сразу же выпускаю еще одну переписку. Я вас люблю. Большое вам спасибо за просмотр этого видео. Не создавайте фейки, пожалуйста. Это со стороны выглядит очень смешно. С вами была Карина. До скорых встреч. Пока-пока. Я люблю вас. С вами был Игорь Негода.